День за днём Катались вот на кургане, но это иногда кощунцев Пятая сессия Десногорского городского совета Были изучены комплектность представленного проекта бюджета на полноту и соответствие представленных документов Замечаний у комиссии не было Сколько стоит воспитать ребёнка? Об этом спросили россиян при проведении социального опроса Оказалось, что большинство респондентов хотят иметь детей, но опасаются материальных трудностей При рождении ребёнка граждане ожидают увеличения ежемесячных трат на сумму от 20 до 63 тысяч рублей Возможно, именно по этой причине завести второго ребёнка готовы лишь 13% российских семей А 8% респондентов пока только планируют пополнение в семье, терзаясь в сомнениях Помимо этого, при проведении исследования выяснилось, что основные причины, по которым бездетные россияне не планируют иметь детей Это отсутствие партнёра или проблемы со здоровьем Курган славы в Десногорске постепенно становятся местом притяжения не только местных жителей Благодаря происходящим изменениям скоро мемориал станет одним из лучших среди себе подобных О приятном сюрпризе для десногорцев на территории комплекса далее в сюжете Очередной год близится к завершению. По-своему особенным он был для каждого, в том числе и для Десногорска Атомград продолжает преображаться, подтверждая свой статус комфортного семейного города Одно из доказательств перемен – Курган славы Масштабная реконструкция этого года делает мемориальный комплекс, пожалуй, самым значимым патриотическим проектом области Не обошлось и без приятных сюрпризов Мы здесь отсыпали коллектив Атомтранс, отсыпали замечательную, я считаю, замечательную горку Ну и здесь штрихи первое освещение сделали Немножко такой декоративный заборчик Это, наверное, для детей будет радость, потому что у нас проблема У нас в городе, но нету горки Уникальное для города сооружение – большая и безопасная зимняя горка Эта прекрасная альтернатива стихийным зимним развлечениям прошлых лет скоро будет радовать горожан Конструкция возводится с применением современных материалов и будет соответствовать всем нормам безопасности А при должном освещении это место станет по-настоящему культовым Фонари, освещение кургана саму, прожектора и два прожектора мы будем менять с той стороны, более яркие Вот, очень красиво Михаил Лосенко, как инициатор и куратор проекта реконструкции кургана Славы С трепетом и теплотой относится к происходящим здесь изменениям Например, скоро музейная зона мемориала примет экспонаты военных боевых машин А благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом» и администрации Десногорска завершение работ не за горами Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ С 29 ноября новые медицинские препараты будут значительно быстрее появляться на полках аптек Производителям и поставщикам медикаментов значительно упростили процедуру легализации их продукции Если раньше это требовало продолжительной и часто формальной процедуры обязательной сертификации то теперь достаточно будет подачи определенных сведений в Росздравнадзор Среди них документы, подтверждающие качество препарата, пройденные им испытания и заключения о соответствии требованиям Такие нововведения не только ускорят получение лекарств потребителями, но и помогут эффективнее контролировать качество медицинских товаров Продолжение следует... Изначально местом проведения предстоящих слушаний значился кабинет в здании администрации Мероприятие должно было состояться 5 декабря в 17 часов Но на одну из депутатских комиссий было предложено использовать более просторное помещение Центр культуры и молодежной политики Также на постоянной депутатской комиссии в соответствии с положением о бюджетном процессе были изучены комплектность представленного проекта бюджета на полноту и соответствие представленных документов Замечаний у комиссии не было Весь комплект документов был представлен в полном объеме Проект бюджета содержит основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Предварительные итоги социально-экономического развития Ожидаемые итоги и прогноз на 20-24 годы С документом можно ознакомиться на сайте администрации Большинством голосов депутатов публичное слушание проекта бюджета решено провести 5 декабря в 17.30 в Центре культуры и молодежной политики Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Последний календарный день года возможно станет выходным С таким предложением выступили депутаты партии ЛДПР Законопроект будет рассмотрен на одной из сессий Государственной Думы И в случае одобрения один из выходных календарного года перенесут на 31 декабря В настоящее же время предновогодний день признан рабочим Главная причина такого предложения в том, что граждане просто не успевают подготовиться к празднику Да и редко в этот день трудовые обязанности выполняются в полном объеме Но независимо от решения парламентариев сделать себе выходной 31 декабря Может каждый работник Для этого достаточно написать заявление на предоставление дополнительного выходного дня И подать его своему руководителю На сегодня выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok